Насколько команда готова к сезону? Это были непростые 7 недель подготовки, поэтому достаточно много сейчас уделили внимание нашей системе, поэтому я думаю, что это было непросто, но при этом это было очень важно для нас в хорошо подготовке сезона. Есть ли понимание, с кем тему начнет играть, с какими партнерами? Я думаю, что мы пробовали разные комбинации в сезоне, но во время подготовки сезона было видно, что у нас есть различные сочетания, которые мы можем пробовать. До этого я играл с Кадекином Шмелевым, сейчас уже играл с Майнинграундом, которые до этого болели, поэтому здесь будет зависеть от обстоятельств, но у нас есть уже несколько вариантов, которые мы можем пробовать. Салават стал сильнее по сравнению с прошлым годом? Тренировочный процесс, например, поменяли немножко. Я думаю, что мы к сезону хорошо подготовились, не будем забывать, что нас ждет достаточно большое количество игр как раз-таки перед зимней паузой на Олимпиаду, поэтому здесь очень сильная нагрузка выпадет, и я думаю, что как раз этому мы уделяли внимание на тренировках, потому что в этом плане поменялись, они стали сложнее, и плюс, я думаю, что зависит от того, как мы начнем, я думаю, что мы должны играть агрессивно. Вы разговаривали с Юхой Мецией, он раньше был самым надежным игроком Салавата, провальный в прошлых ловах, ну, неудачный, и сейчас неудачный начало предсезона. Не разговариваешь, что он причинит такой игрок? Я думаю, что его работа очень тяжелая, чтобы быть на его тяжелом уровне. Я совершенно о боевых игре сейчас не беспокоюсь, потому что мы прекрасно знаем, какой Юхо профессионал, как он упорно тренируется, и когда это были, естественно, сложные персезонные игры, плюс тренировочный процесс был очень серьезный. Я думаю, когда уже начнутся официальные матчи, люди будут приходить на арену, для таких игроков как раз-таки это помогает еще на две головы просто выше быть, играть намного усерднее, и поэтому я думаю, что в его игре никаких сомнений нет. Вы сказали про Олимпиаду, нет желания вновь надеть свитер в сборной Финляндии? Я думаю, что премия покажет, кто готов к этой конкуренции, потому что достаточно много игроков хороших из Финляндии играет в НХЛ, и поэтому для каждого честь и большое желание надеть Олимпийский свитер в сборной Финляндии. Я думаю, что, конечно, формирование сборной будет начинаться как раз-таки с игроков НХЛ, и все будут бороться до оставшихся, так скажем, места в сборной Финляндии. Тем не менее, главное, что вы отказались участвовать в юротуре в сборной Финляндии, чтобы сосредоточиться на клубной карьере. Вы так писали? Нет, просто напомню, что в прошлый сезон достаточно был непростой для нас и всех этих обстоятельств, поэтому как раз-таки за сборную выступали, но для всех, для тех, кто готов как раз в сборную выступать, когда у тебя есть энергия, конечно же, это огромная честь. Что будет тема о том, что Салават – это одна из самых возрастных команд, и хватит ли сил распределить на весь чемпионат? Да, конечно, я думаю, что у нас как раз-таки за счет сплава опыта и молодости, вот это есть преимущество, потому что сейчас очень много опытных игроков, которые как раз-таки во время сложных матчей могут всегда команду подтолкнуть, могут как раз-таки за счет этого опыта сыграть, и поэтому думаю, в раздевалке это очень поможет, поэтому с этой точки зрения у нас как раз-таки есть такое, скажем, преимущество, и это очень хорошо. В чем должен прибрать Салават относительно прошлого сезона, как считаете, именно ваше звено должно свою игру изменить? Ну, я думаю, что когда, если мы как раз говорим о прошлом сезоне, как раз концовке, что он сказал, наш изнов, в принципе, хорошо играл в регулярке, но вот, к сожалению, в концовке плыв не получился, я думаю, что нам нужно лишь немножко некоторых компонентов, скажем так, поправить, но я думаю, что мы уже конкретно в сезоне сможем. То есть вы именно на особый матч уже что-то заранее готовите против Акбарса, Авангарда и Дакбарса? Посмотрим. Никуда не делай себе коронавирус, скоро будет остро вставать вопрос ревакцинации. Это Салават Ювилай решает каждая рука индивидуально или решение поднимает, кто вы с кому? Я думаю, что если такая команда, конечно, поступит, снова ревакцинируется, я думаю, что здесь проблем не возникнет, но напомню, что уже с у меня не ревакцинировался, плюс я до этого перезалел, поэтому с точки зрения здоровья я считаю, что у меня как раз-таки очень хороший иммунитет, я с хорошей отчувствую, но если потребуется, то, конечно же, все зависит от команды здесь. Я считаю, что вы играете в эконом-эконом режиме, ну, копите силы, то есть это целенаправленное было решение, потому что, ну, другие парни, вот с вами, там, Ходейки, Куплев, чуть поярче, как бы все проиграли. Я думаю, что каждый... Я думаю, что каждым годом ты умеешь уже себя подготовить к сезону, и, понятно, когда есть такое небольшое, скажем, влияние, когда неполные трибуны идут при сезонные игры, ты немножко по-другому действуешь, но именно если говорить о регулярке, естественно, ты совсем по-другому уже и ходишь. Да, но при этом LAMPS, по-моему, не больше всех давал играть из таких железных, железных, как по-другому слову, почему-то меньше отдыха вам предоставляют. Я думаю, что такой компонент, как физика, как раз-таки набирается через игры, поэтому чем больше ты играешь, тем лучше ты форму набираешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!